Ребят, перед началом ролика хочу вам посоветовать качественный начинающий канал по Clash Royale. Парень снимает ролики про открытие сундуков, разные колоды, прохождение испытаний и много чего другого интересного. Очень красиво оформляет свой канал, также он предоставляет услуги по дизайну, лично мне он сделал оформление для группы, мне очень нравится. Я вам настоятельно рекомендую подписаться на мой канал, ссылочку я оставлю в описании, надеюсь на вашу поддержку. Привет всем дорогие друзья, мы снова находимся на аккаунте код наркот и сегодня мы также будем снимать видео в формате интервью, только сегодня будет без вебки. Если вам ребят нравится больше видео интервью с вебкой, то обязательно ставьте лайк этому ролику, если нет то напишите в комментариях продолжай лучше снимать без веб камеры. Ну мы сегодня ребят поговорим не о глобальных сражениях, а про испытания, в общем 12-0 ребят, это говорит о том, что эту колоду реально можно брать в испытания. Вот это дека, сейчас мы про нее снова конечно с големом, но ребят она рабочая, кстати я ее вижу не только в таком составе, я еще парочку дек подобных видел. В общем мы сейчас снова про эту колоду поговорим, посмотрим разные повторы и сделаем какие-то выводы в конце. Что ж, говори какие повторы смотреть. Первый, второй, третий, ну те что... Так, это ты тут готовишься, я так понял, к испытанию. Тут кстати турнир скоро будет проходить в клане Экса. Да, очень-очень много там дек с големом. Ну мы будем, мы потом посмотрим, да, как ты в турнире играл. Лучше нет. Нет, мы все-таки, мы сделаем потом ролик. Если я тут на счет, то разрешу. Да не затащишь ты куда тебе там. Ладно, давайте посмотрим, значит вот против кладбища повтор. 12-0, молодец блин. Я кстати пытался с этой колодой пройти испытания, у меня ничего не получилось, поэтому давай. Плюс и минус этой колоды пока называть не буду, давай сразу расскажи как с ней играть. Я понимаю, голем для меня это, знаешь, ну что-то странное, я не могу с ним играть. Рассказывай, все. И кстати, у меня в прошлом видео говорили, что я перебивал тебя, поэтому перебивать не буду. Пожалуйста, все, высказывайся, как этой колодой играть. Ну как, а как всегда сборщик ставишь. Спасибо. Ладно, рассказывай, да. Если нет сборщика, то приходится сливать карты. Это либо мини-дракончик, либо тримушки, либо надгробие, то же самое. В начале, понятное дело, не кидать глема ни в коем случае. Что ж, дефить, в общем-то, легко этой декой. Ну смотри, если хох бежит, то может надгробием там, электромагом. Электромаг только даст одну тайку на месте хоху. Ну ты сейчас интересно задефал кладбище, я увидел. В общем, ты громовержца выбросил не на кладбище, а на двух лучниц. И я, блин, в шоке был. И надгробие поставил на кладбище. Я бы по-другому поступил и, наверное, все-таки... Ну просто слишком быстро сидят от этого электромага, я не хотел терять. Ну, много эликсира, сам понимаешь. Ну, значит, теперь я понимаю, в чем моя ошибка. Я постоянно на кладбище бросаю электромага. Так, хорошо. Плюсы и минусы колоды. Я понимаю, что это та же почти дека с големом, но все равно. Это испытания, а то глобал. Есть какие-то минусы? Или ты даже сам еще... Кстати, ты этой колодой тоже недавно играешь, поэтому думаю... Да, я поиграл всего лишь два испытания. Это одну классическую 12-0. И одну большую ты сейчас что-то открываешь. И как тебе вообще колода? Какие впечатления? Или ты с големом любишь играть? Честно, мне дали просто вот колоду, посоветовал этот пацан один топовый, я тебе рассказывал. И, короче, я просто вот прям как будто родился с этой декой. Немножко ей играть. Даже не смотрел, как играют, просто взял и затащил на 12-0, да? Я с ним поиграл пару раз, он мне сразу все объяснил, просто... Хорошо. Опять-таки, это не глобал. Это турнир. Какие здесь деки встречаются? И какие трудности могут возникнуть против... Здесь самые големы. Очень много големов. Потому что, ну, не знаю, очень что-то голем этот тащит. Потом Мортира. Ну, и на редко очень. Знаешь, Мортира фаст дека. И Хох фаст дека. Кстати, я могу сказать, что это отличается от прошлой деки, что ты говорил. Тем, что против фаст деки очень легко играть, но... Ну, сам понимаешь, надгробие, там вот эти всякие... Здесь в испытании проще играть? Вообще... Ну, вообще, против фаст деки... А как насчет... Как насчет этой колоды в глобале? Потащит она или она только для испытаний? Ну, да, потащит, я думаю. Конечно же. Если люди захотят ее взять в глобальных сражениях, то смело можно советовать им ее, да? Ага. Так, хорошо. Что еще об этой можешь в колоде рассказать? Ну, блин, 12-0 сделал. Я даже не знаю. Интересно было бы даже посмотреть. Вот просто под прошлым роликом спрашивали. Да почему вы не показываете проигрыши? Чтобы мы могли видеть, как контрить именно эту колоду. Нет проигрыша. Нет проигрыша. Вот именно. И показать вам нечего. Так, первый повтор мы посмотрели против фаст деки. Все, Вань, пойди, пойди, пойди. Так, первый повтор мы посмотрели. Давай теперь против Хоган. Включу повтор. В принципе, так же мы смотрим повторы. Я их не комментирую. Вместе с вами просто смотрю и задаю какие-то вопросы про эту колоду. Так, какие аспекты? Расскажи, как играть против разных колод. Потому что в испытании, знаешь, это отличается от глобала. В глобале ты можешь встретить все, что угодно практически. В испытании, знаешь, мне кажется, одни и те же колоды встречаются. Давай пройдемся по самым таким основным. Против Голема, против Роял Гиганта, против Хоганта. Ну, можно с Големом всегда играть против Инферно. Но тут как-то есть Молния, есть Громовержец. У тебя немножко хуже стало слышно. Ты подойди ближе к микрофону или что там? А, да-да-да. Говорю, смотри, значит. Против Инферно тяжелее всего играть Голему, это зачастую. Но в этой деке есть Молния, есть Громовержец. Это да. Да. Можно просто кинуть Молнию на вышку и на Инферно. А если он далеко Инферно, то можно Громовержец кинуть и тогда он достать до этого Инферно. Я понял, какие карты в основном ты используешь при дефе, ну, чаще всего. Дракончик, я так понял, только в качестве сплэша. Ты его не выбрасываешь, чтобы просто, допустим... Ну, да, понятное дело. Ну, а допустим... В дефе Громовержец очень хороший в дефе, но я тебе говорил, против Хога нормально так. И против, ну, таких танков... А надгробие, почему ты надгробие против Хога не используешь? Зачем громовер? Нет, он по-любому делает одну тыку, но надгробие умирает, а электромах и остаётся. А в каких случаях используешь надгробие? Ну, вот я, кстати, вижу, но... Ну, против танков, да. А против роял-гиганта как ты играешь, расскажи. Потому что вот дека есть роял-гигант, молния, допустим, печка. Вот против этой деки как ты будешь справляться? Чем ты будешь контрить? Как надгробием контрить роял-гигантом? Ну, знаешь, просто есть некоторые, которые до сих пор не умеют. Ну, электромах плюс надгробие и... Надгробие ставить прям под роял-гиганта или просто посередине? Вообще без разницы. Без разницы. Можно под роял-гиганта, может... Там вообще без разницы идёт, потому что просто там пару тык это сохраняет от пышки. И электромах замедляет этого ролла-гиганта, и всё нормально, короче. Понятно. То есть ты эту колоду хвалишь и рекомендуешь её всем братьям испытаний? Конечно же, конечно же, да. Ну, 12-0 что в одном испытании, что в классическом, что в большом. Ну, классическое это понятно. Мне кажется, в классическом можно сделать 12 побед с любой колодой, ну, более такой популярной. А у меня даже там противники на 4000 трофеев. Это очень... Даже в классическом. Это, если честно, очень странно. А большом на 5000. Это, конечно, странно. Но у меня, я честно скажу, у меня не получилось этой декой сделать 12 побед. Я не знаю, что я делаю не так, но у меня не получается. И, возможно, даже у большинства зрителей, которые посмотрят это видео, возможно, у них тоже не получится. Но у большинства, может, я надеюсь, что получится сделать 12 побед. Просто я не турнир... не умею в турнирах играть, серьёзно. Я не в челленджах вот этих, которые были там с выбором карт. Не, ну, с выбором карт у меня ещё более-менее получалось. Но вот это большое испытание, это для меня что-то, я не знаю. Тем более с големом. И с големом я никогда не умел играть. Я больше любил быстрые деки, это Хог и Роял Гигант. Всё. Ну, Роял Гигант, это, конечно, не быстрая колода, но это две основных ведущих карты, которыми я привык. Поэтому, блин, скажи какие-то советы. Возможно, есть какие-то нюансы в этой колоде. Как себя правильно вести в той или иной ситуации. Ну, как бы... Ну, хорошая атака идёт у голема. Это дракончик, голем и три мухи. То есть три мухи по центру, дракончик слева от голема и голем сами. А громоверса подкидываешь или только... Ну, смотрю уже по самой деке противника. А заранее не выбрасываешь, то есть, да? Конечно же нет, потому что можно кинуть просто орду скелетов и всё. Да. А бэби дрэгона ты смело сзади бросаешь, то есть не важно, что выпросит противник. Да, конечно же. Он очень хороший с этим идёт, с големом. Если у него... Если у него этот инферно, то я кидаю либо только мушек, либо только дракончика, чтобы потом подкинуть ещё молнию. Хорошо. Такой вопрос. Ну, конечно, те люди, которые не смотрели, допустим, видео прошлое, как он добрался до мастера второго, они не поймут, про что я говорю. Советую вам это видео посмотреть. Эта колода сильно отличается от твоей предыдущей колоды? Да, я уже говорил, что она контрит фастдеки очень хорошо. Тебе какая больше нравится? Да. Ну, конечно же, для испытаний это, но по-любому я буду тащить... Со своей, да? То есть, в ней, да. Но она такая, по приколу всё же, немного. Это зависит от того, что ты более привык к ней или просто на лучшее? Ух ты, мы сейчас смотрим повтор, 22 хитпоинта осталось и выше. Да, да. Крутой повтор. Ну, как бы сказать, я, кто и просто привык, я не знаю, может, это тащить больше, но... Кстати, да, вот на каких там, на 3000 кубков или сколько там противники, там, Инферново часто использовали, так что придётся использовать вот эту, то, что ты сейчас говоришь. Поэтому эта колода для 3000 самое то, да? То есть, 3-4 тысячи можно дойти смело. Да, конечно же, да. Поэтому, ребят, не смотрите на то, что мы играем только, ну, показываем повторы в испытаниях, смело берите её в глобале и пытайтесь. Но сразу говорю, не бомбите, если у вас не будет в ней получаться, потому что я бомбил. Я и 5 побед не смог с ней сделать. Ну, это всё потому, что у меня руки с одного места, поэтому с меня пример не берите. Так, хорошо. В общем, в принципе, я все вопросы, которые хотел по этой колоде задал. В основном, более подробно аналитику про колоду с големом я задавал тебе вопросы, когда мы рассматривали, когда ты дошёл до мастера второго. То есть, эта дека, ну, практически та же самая, но здесь нет элитных варваров. Ну, посыл деки тот же. Но только здесь маленькое отличие, это здание дефа. То есть, в прошлой деке не было его, и игра как бы по-другому заключалась. То есть, ты мог строить свой деф и переходить в контратаку. А тут ты можешь просто сидеть на своей базе, дефить и ждать просто удвоенного эликсира. Так ведь? Да, и так же эта дека намного дешевле, чем прошлая. Насколько? Я просто среднюю остановку с эликсира не смотрел. Ну, ты посмотри, не, вообще в дефе очень дешево будет. Ну, что там, лучницы там, надо робья. Ну, понятно, у тебя же в прошлой колоде для дефа только элитные варвары были. А здесь, ну, что там, палач, элитные варвары, мегамуха. А здесь три миньона, бэйби-дрэгон, граммоверзия, это все. А, ну, это там и мегамуха, самая дешевая. То есть тебе нравится в испытании больше эта дека, а в глобале 100% твоя, да? Ну, да, понятное дело. Я пробовал вообще то, что в глобале в испытании перетащить до деку, но нет, слишком дорогая была. Как-то не очень. А пробовал ты этой декой играть в глобальных сражениях? Ну, попробую, как-то в следующем сезоне колоды потом накоплю, там, прокачаю карты. Ну, нам еще ждать от тебя каких-то новых колод, поэтому, да, будут еще не только с големом, я надеюсь, ты с мортируем. С мортируем, кстати, я не знаю, видео выйдет раньше этого ролика или позже, в общем, я не знаю, но я сегодня все запишу эти ролики, интервью. И также, ребят, если вам нравится такой формат в виде интервью человека, который там прошел испытание или там сидит 5000 плюс кубков, и мы обсуждаем его колоду, и вам нравится такой формат, то не поленитесь, поставьте лайк, подпишитесь на канал. У меня в дальнейшем очень много разных еще планов. Если, допустим, вы сами сидите на 5000 плюс кубков, да, и, допустим, у вас какая-то интересная колода, и вы хотите попасть в ролик, и не против, чтобы я вам позадавал какие-то вопросы, потому что, ну, как по мне, это интересно, вот такой новый формат, поэтому пишите, если у вас есть такая возможность, я обязательно сниму с вами ролик. Ну, мы сейчас досматриваем этот повтор, и выпуск подходит к концу, в конце мы откроем сундук, я, конечно, вначале не сказал об этом, когда мы откроем сундук, но я надеюсь, вы и так поняли, сейчас откроем сундук, и тебе, Влад, с сундука надо две принцессы, насколько я понимаю, ну как, ты две принцессы 100% не выпьешь? Да, две принцессы выпьешь с одного сундука, я буду... Понятное дело, что две принцессы не выпадет, но мы постараемся выбить хоть какую-то легендарку, ну, хотя тебе любая легендарка... А зачем хоть какую-то легендарку, либо принцессы, либо ничего, вот запомни это. Ну, это нет, меня зависит от андома, в общем, я поставил на x2, досматриваем этот повтор, оно все повторяется по циклу, то есть снова бежит хок, ставится над гроби, ну, в общем, все по накатанной. Все, вот такая вот победа была, 12-0, для него это легко, не знаю, как для вас будет, я лично не смог этой колодой, но я учту эти все нюансы, которые сегодня задал ему, как играть с этой колодой, там, тому подобное, и попытаюсь еще раз пройти это испытание. Так, хорошо, в общем, переходим к открытию сундуков, давайте посмотрим сначала на колоду, ты играешь вот этой колодой, ну, тут тебе ее прокачивать не надо, тебе, давай, для глобальных сражений, в общем, палач не помешает, голем не помешает, не помешает тебе армия скелетов, очень тебе нужен, я вижу, сборщик, скоро будет 10-й уровень, ну, и, в принципе, другого здесь тебе ничего не надо, и принцесса, естественно, потому что принцесса скоро будет 4-й уровень. Что ж, переходим к открытию, и первая карта, точнее, да, первая карта, это золото, или это, да, это карта ресурсов, дальше едем. Боевой таран, пушка, копейщики, мега-миньон, Влад, это тебе неплохо, пойдет на 10-й левел, мушкетером ты не пользуешься, скелеты, так, 3 миньона, колдун, хижина варваров, ведьма, так, это 5 эпических карт, потом 6 шариков. И шо, Леха? 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 Дальше, королевский гигант, 600 штук, и последняя карта, по идее, должна быть легендарка, я просто не знаю, сколько в этом сундуке эпических карт должно быть. Один эпических, давай Леху, то есть, принцессу, давай. И, ребят, нажмите видео на паузу, напишите в комментариях, какая будет легендарка, и будет ли она вообще. И мы открываем, и это, ребята, бревно. У, блин. Не матерись. Ну почти принцесса, они близко, сам понимаешь. Ну да, смотрите, бревно тоже на четвертый уровень, но только бревно и принцесса, это, кто-то скажет, это одно и то же, ну, то, кто плохо шутит, ну, а вообще, это карты разные. Ладно, в общем, открыли сундук, ну, такое себе, ну, все равно, спасибо за легендарку. Ну, итак, подытожим, что про эту колоду ты можешь сказать, то есть, ты какую оценку поставишь по пятибалльной шкале? 4.3 где-то там. 4.3? Почему? Ты ведь 12.0 с ней сделал. Ну, по-любому, она, если для меня, то где-то 4.5 даже, но для других где-то такое себе будет. В чем, в чем, в чем минусы, в чем минусы? А, големам надо уметь играть, ну, это как бы... Согласен, согласен, все. Просто големам надо играть. Я согласен, этого достаточно. Големам надо уметь играть, я не буду с этим спорить, потому что я... И вот сколько я раз не пытался, не смотрел его повторы, но не получается у меня так, как играет он с големом. Ну, я надеюсь, что я скоро освою это все и покажу вам результат на своем аккаунте. Ну, а на этом, ребят, я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам такой формат заходит. Вы поставите обязательно лайк, подпишитесь на канал, включите уведомления, нажав на колокольчик и будете ждать мои новые выпуски. Пишите в комментариях, с кем вы хотите еще, чтобы я снял, возможно, с каким-то топом. Или пишите, если у вас много там кубков, ну, 5000+, потому что на 4000 кубков я и сам сижу. 5000+, и какая-то интересная колода. Я обязательно с радостью запишу с вами какое-то совместное видео, обязательно позаду какие-то вопросы. Оставляйте комментарии, что изменить в этом формате, что добавить, снимать с вебкой или без. И я надеюсь на вашу поддержку. Всем, ребят, желаю удачи, до новых встреч и всем пока. Иди нахуй.